Диана Вьюниченко в следующем году покидает стены Пермского медицинского университета. Она получает образование по проекту Министерства здравоохранения Пермского края краевая ординатура. Средства на обучение выделяются из краевого бюджета, и девушка уже знает, где и кем будет работать. Я хочу стать офтальмологом, работать, но преимущественно это, конечно, Пермь. В Пермском крае один из лучших показателей целевого набора в стране. 65% студентов – специалитет и 88% – ординатура. И в медицинском университете готовы увеличить эти цифры. На 2021 год планируется увеличение числа бюджетных мест. Увеличение может достигать существенных цифр – 30-40%. Главная задача – обеспечить специалистами первичное звено здравоохранения. Такую цель ставит президент России Владимир Путин. Сейчас 141 студент получает профессию по договору о целевом обучении, а на 2020 год уже подали заявки 221 человек. Также по двум программам – «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Планируется привлечь в этом году 106 медицинских работников. Другой вопрос – в каких условиях будут работать врачи. За последние годы наращиваются темпы строительства объектов здравоохранения. За прошлый год было открыто 78 ФАПов и 12 лечебных амбулаторий. За ближайшие два года планируется возвести еще 100 медицинских учреждений во всем Пермском крае. В первую очередь пациентам должно быть приятно находиться и комфортно находиться в условиях в медицинских кабинетах, в медицинских зданиях, но и медицинскому персоналу должно быть комфортно работать. Поэтому наши все действия направлены как на наших пациентов, так и на наши медицинские и немедицинские персоналы. За два года в крае открыты три детские поликлиники. Еще три в процессе строительства в Перми. Они начнут работать в 2020 году. К ним будет прикреплено около 40 тысяч детей. Сейчас нет очередей в регистратуру, сразу приходишь и буквально 5-10 минут ты уже у доктора. То есть все это гораздо быстрее, чем раньше. Привлечение новых квалифицированных специалистов и строительство новых объектов позволяет сократить очереди и в целом повысить качество медицинских услуг во всем Пермском крае. А студентка Диана Вьюниченко готовится к рабочим будням. По договору в больнице она должна будет отработать минимум пять лет. Дмитрий Буланов, Александр Хробостов. ВЕСТЕПЕРЬ.